Всем привет! Вы на канале Семья Багдасарян. Сегодня мы будем сажать два дерева, называется Шарафуга. Это гибрид. Сюда входит абрикос, персик и слива. Это называется Вельвет Санрайз. В общем, это дерево. Размер плода как у абрикоса. Внутри структура похожа на персик, а по вкусу слива с абрикосом чуть-чуть. В общем, от всего по чуть-чуть. И мы сегодня заехали, купили эти два дерева. Стоят они 2900 рублей. Размер идет в районе двух метров. Сейчас будем это все дело сажать. Сегодня у нас 23 мая 2022 год. Россия, Башкирия, Уфа, пригород. Четвертая климатическая зона. Максимум у нас минус 30 бывает зимой. Дерево выдерживает минус 35. Так что будем сейчас это все дело сажать. Дерево не косточковое, а на подвое или как оно там называется. Короче, на другом дереве. Вы поняли. Куда мы будем сажать? Здесь у нас, ребята, два местечка есть. Тут растет, в общем, мы заказывали из интернета. Первый раз в интернете заказали деревья. И я так понял, зря. Потому что заказали мы три дерева. Это абрикос черный, тоже гибрид. Миндаль и зизифус. Все три пришли без листочков. Уже очень похоже было, что они высохшие. Мы посадили в прошлом году осенью. Короче говоря, они не проснулись. И в прошлом году нифига, и в этом году тоже. И, в общем, мы сделали вывод. По ходу дела они засохли. Вернее, по ходу дела они были засохшие. И нам такие просто продали. И мы для себя решили. Больше мы не будем брать никаких растений в интернете. Потому что это все ни о чем. Ты не видишь, что ты заказываешь. Что это за сорт. Тут вживую ты, когда покупаешь, целая история. Очень сложно добыть вот такие вот деревья. Особенно в нашей климатической зоне. Только какие-нибудь стандартные. Яблоко и вишня. Все, в принципе. А что-то интересное, это прям надо добывать. И мы хотели что-нибудь оригинальное такое. Экзотическое чуть-чуть. Может быть, там что-то новенькое. В общем, решили в интернете заказать. В итоге ничего не получилось. И вам тоже, в общем-то, не советуем. Ну, может, у кого-то и нормально, не знаю. Ну, вот. Три дерева отдали деньги там. Около 10 тысяч. Зря их отдали за доставку, заплатили. Короче, обломно очень это все. Даже не в деньгах дело. Посадочное место выбирали. Территория у нас не такая уж большая. Выделили место. Это только время потратили. Мне жалко вот время. Место, время. Могли бы вот за это время. Вон дерево, как абрикос разросся. А это на месте стоит. Сейчас мы будем это отсюда убирать. Посмотрим, что там с этими корнями вообще происходит. А вот это дерево такое бодрячковое, ребята. Прям отлично. Даже здесь видно, что прирост уже. Да, очень красивый, кстати, лист. Такой тоненький, длинный. Как будто это ива. Чуть-чуть смахивает даже на иву. Даже не скажешь, что это. Вот листочки очень смахивают на персик. Вот здесь вот эта персиковость. Ствол очень похож на сливу. Очень прям похож на сливу. Вот от абрикоса внешне ничего нет. Только, наверное, форма самого плода будет. Так что внешне это персик со сливой. Будем сажать. И вот персик у нас там есть. Там такие же, в принципе, листики. Так что давайте, ребята, посмотрим. Сейчас Оля снимет, а я буду выкапывать. Другая музыка. Звук гриба. Дальше. Другая музыка. Всеologя. Другая музыка. по ходу дела карандец да может воду поставим если он в воде отойдет листики даст нужно его к забору пересадить все-таки покупали деньги тратили корень конечно так себе сгнивши вниз может отойдет нет нет как он отойдет у него корней то нету то есть этих коротких нет нет это вот от этого дерева чуть-чуть самого на осталось ну это понятно ветки высохся сухое дерево до сухое жалко так вот смотрите вот абрикос черный бархат хрен вам они бархат блин вот так вот в интернете покупать блин вот уже корневая должна была быть серьезно ну вот как купили вот он а и даже стухли мы когда его достали из этой коробки то он уже такой весь был легкий такой даже этот невесомый ну я думаю с миндалем ровно такая же история ну все сейчас мы выкопаем лунку и посадим дерево и вам покажем сейчас посмотрим корни какие идем с эта страна корневая вроде как неплохая вот корни есть отлично вот то в котором мы покупали такого не не было вот так болит сразу да забыли на воду принести должно было быть вот тогда сейчас выкопаем миндаль посмотрим что там с корневой системы я тут сейчас не удивлюсь что здесь все уже засохши даже не вцепилась лишь отделяется вот как было же смотри вот белых корней вообще да может быть еще этот попробовать все уже она уже сюда вот корней нет вот она сгнивший вон вот гнилой а там уже плесенька плесенька фигня вот здесь вообще нет все уже танец жалко ну и стоит как бы не делаешь она но до сухой это еще не вкачет потому что дожди у нас дожди вот вам и блин миндаль карамельный попробовали карамельный но его нафиг все эти блин интернет магазины с такими растениями просто зря потраченное время облом на как-то все это для ну вот единственное то что вот юрий крутиков который нам орехи продает не даже не интернет-магазин интернета видео вот там он прям показывает на рон растить можно видеть мы вот орехи брали вот человек занимается конкретно сам не интернет-магазин а просто а интернет-магазин это когда они там штампуют огромное количество всего подряд по всей россии без разницы чё не будем конечно за все интернет магазина говорить может быть где-то и нормально отсылают но я думаю что в большинстве случаев история будет именно такая если вы знаете где можно купить и зизифус миндаль у нас там еще зизифус посажены в этом роде можете написать если вы действительно покупали проверенный какой-то сайт сайт людей может просто фиг где добудешь может кто-то из вас продает вон корни видишь м sees м м м м м м м Продолжение следует...